Во всем мире вызывает то, что в этот день ежегодно происходит в Риге. По улицам Латвийской столицы прошли шествия легионеры в Афен-СС. Реакция тоже вполне предсказуема. Участников марша яростными протестами встретили антифашисты. Олег Кромачев, наш специальный корреспондент в Риге, следил за тем, как развивались события. Сегодня центр Риги напоминал линию фронта. По одну сторону баррикад у Древнего Домского собора собирались те, кто решил вспомнить погибших легионеров СС. Герои, получается, правильно, они один против двадцати в фронте были. В это время неподалеку уже вовсю разворачивали плакаты их противники, антифашисты. Те, которые за войну, пусть он будет русский, или еврей, или латыш, это не свои. Это фашистские отребья. После молебна в соборе ветераны латышского легиона ВАФН-СС и их сторонники двинулись в наступление. Отметить очередную годовщину боев с Красной Армией пришли не только старики, но и молодежь. Впереди и вовсе шли дети. С государственными флагами в руках они пели те же песни, которые 70 лет назад звучали под нацистскими знаменами. Еще накануне акция ветеранов СС считалась официально запрещенной. Своё резкое нет её проведению сказали депутаты Рижской думы. Но в последний момент, как это бывало и раньше, в дело вмешался суд и отменил решение парламента. Мол, запрещай, не запрещай, а легионеры всё равно выйдут на улицы. Так пусть у случая под присмотром полиции. Полицейских в городе сегодня было едва ли не больше, чем самих демонстрантов. Готовились к худшему. Такие марши уже не раз заканчивались беспорядками. Лучше для МВД, чтобы люди как бы мирно друг к другу относились. И полиция не должна была бы ограждать одних от других. Когда колонна подошла к памятнику свободы, полицейские кордоны особенно напряглись. А песни легионеров утонули в антифашистских речевках. Нацизма нет. Противники марша как могли напоминали его участникам о зверствах нацизма и операциях против мирного населения. Многие для убедительности даже надели лагерные робы. Они сражались с коммунистической чумой, как они думают. Они же не думают, что они сражались против всего рода человеческого. Но у памятника, кажется, и не замечали возмущений, и спокойно возлагали цветы. Легионеры и правда уверены. В годы войны они отстаивали независимость Латвии, хоть и в немецкой форме. Никакого конфликта я здесь не вижу. А это кричат жалкие люди, поиск которых давно ушел. Я воевал за легион и горжусь этим. Но при чем тут фашизм? Свой поход против фашизма в Прибалтике Николай Пономаренко отметил еще во время войны на трофейной карте. Говорит его, возмущают даже не сами марши легионеров. Стариков понять можно. А то, что в них участвует так много молодежи. Чьи-то политические игры. Не иначе. А это сделали ажиотаж. А вот мы, вот такие вот мы освободители, чтобы унизить не только меня, а и вас, Россию. На проведение сегодняшних акций власти выделили всего один час, который прошел на удивление мирно. Обошлось без руганий и потасовок. Полиции даже не пришлось никого задерживать. Единственным оружием антифашистов и почитателей легиона так и остались лозунги и песни. Олег Кормачев, Вадим Прусов, телеканал «Звезда», Рига, Латвия. В Ливийской революции, возможно, переломный момент. Повстанцы кое-как пытаются защитить.